Более двух тысяч лет назад Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в Иерусалим с сорокатневным богом-младенцем. На руках они вошли в храм, где по иудейской традиции принесли очистительную жертву. Но праздник Сретения Господня – это не просто напоминание о далекой новозаветной истории. С каждым происходит его личное Сретение, встреча со Христом. В день торжества митрополит Брянский Исевский Александр совершил литургию в Кафедральном соборе. До Рождества Христова все праведные люди жили верой в грядущего Мессию, спасителя мира, и ожидали его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета, праведный старец Симеон и Анна Пророчица, удостоились встретить в храме богом-младенца Иисуса Христа. По закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, в подложении 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока Богородица, как полагалось, пришла в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную жертву. Песня. 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 Как Симеон встретился с младенцем в храме, так и каждый христианин встречается с Богом в церкви. Неудивительно, что помолиться в праздник за архиерейским богослужением пришло немало жителей и гостей города. На литургии молились представители молодежи епархии, ведь Сретение Господне – это не только один из двунадесятых праздников. С 1953 года торжество также является Всемирным днем православной молодежи. В России же этот праздник был учрежден в 2002 году указом Святейшего Патриарха Алексея II. Нужно приводить в церковь молодых ребят, и не только молодых уже, которые постарше, и семейных ребят тоже надо приводить, чтобы они видели, что здесь на самом деле происходит, и осознавали реальную важность происходящего в церкви, реальную важность богослужения. Это моя задача. Это очень сложное, непростое дело, очень ответственная ответственность за души людей, за человеческие души. Поэтому, пока Господь дает нам силы, мы можем делать все для того, чтобы наша встреча с Богом была спасительной для каждого из нас. Господь везде видит нас, слышит. Главное, что Он знает прошлое наше и настоящее, и знает нашу будущую жизнь. Праздник с Летиной Господним должен помочь нам, чтобы эти встречи были нами более внимательными, серьезными. Также в Брянской епархии состоялись мероприятия, посвященные Дню православной молодежи, Сретенский бал и Брейн-ринг «Путешествие в Гордарику». В бале приняла участие молодежь, студенты брянских вузов, участники общественных молодежных организаций, члены исторических танцевальных клубов и студий из города Орла, Калуги и Санкт-Петербурга. Особенностью Сретенского балла стала атмосфера исторической эпохи изящного вампира в первом отделении и перевоплощение в персонажей из классической художественной литературы во втором и третьем отделениях. На балу можно было встретиться лицом к лицу с модницей Элен Курагиной, задумчивым мистером Дарси, герцогиней де Ланже, Бальзака и многими другими персонажами.